Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна на библейском портале экзегет. И сегодня мы читаем 20-ю главу. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко грубу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его. Точно слышал Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свитое на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Ученики обнаруживают, что гробница Господа пуста. В первый день недели они это обнаруживают, и тут иногда люди, которые не верят, они очень цепляются к тому, что Евангелие, разные Евангелия, они дают немножко разную картину того, как обнаружили люди воскресенье, как развивались события, но это абсолютно нормально, когда люди вспоминают события, свидетелями которых они были, они вспоминают их не буквально, слово в слово, их воспоминания немножко расходятся. Помню, я приведу такой пример, я читал про историю казни Петрашевцев, был такой революционный кружок, в который был втянут Федор Михайлович Достоевский, и их потом накрыли, приговорили к расстрелу, вывели на расстрел, и в последний момент, когда уже должны были расстрелять, объявили, что по царской воле им этот расстрел заменяется, там, другими наказаниями, в частности, каторгой. И данные о том, как именно, что происходило, были ли улицы полны народу, было ли очень холодно при этом, в какой последовательности все это происходило, был ли Федор Михайлович привязан уже к столбу в ожидании расстрела, или его очередь еще не подошла. Все данные расходятся. Все эти детали участники событий вспоминают по-разному, и в официальных отчетах, в официальных документах тоже есть какие-то нестыковки. Но мы не говорим, что вся эта история придумана от начала до конца. Нам Достоевский рассказывает, что это было в его жизни, мы ему спокойно верим, и несмотря на то, что есть расхождение в деталях, мы не сомневаемся в том, в чем сообщения согласны, что их приговорили к расстрелу, их привезли уже расстреливать, и в последний момент им объявили, что все это заменяется каторгой. Люди вспоминают совершенно реальные события, немножко расходясь в деталях, и это совершенно естественно, это совершенно нас не должно смущать. «А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, она клонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. Они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Очевидно, поскольку у нее в глазах стоят слезы, и она их не видит толком, она просто слышит, что вот у нее спрашивают, и она не может понять, что это ангелы, она думает, что это просто какие-то люди. «Сказав сие, она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь?» Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей, «Мария». Она, обратившись, говорит ему, «Равуни», что значит «учитель». Господь к ней обращается по имени, в этот момент она узнает его. И она, обратившись к нему, говорит «Равуни», что значит «учитель». И Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а идти к братьям моим и скажи им, «Восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что он это сказал ей. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус, встал посреди и говорит им, «Мир вам». Мы видим, что апостолы откровенно перепуганы, они видят, что Иисус распят, и они боятся, что теперь их подвергнут преследованием, поэтому они сидят и, запершись, боятся. И, несмотря на эту запертую дверь, приходит Иисус. Его тело, с одной стороны, материально, с другой стороны, он обладает какими-то необычными свойствами, он может пройти через эту закрытую дверь. Он приходит и говорит, «Мир вам». То есть, его первые слова после его воскресения, это не упреки, а что же вы все разбежались. Это не какие-то обличения и обвинения, он говорит, «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. То есть, он показывает, что это он и тот самый Иисус, который претерпел за них смерть. Ученики обрадовались, увидев Господа. И Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, Дунова говорит им, «Примите Духа Святого». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть, апостолам дана власть прощать или оставлять грехи, и эта власть делегируется по цепочке рукоположений православным епископам и священникам. Фомажа, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не ввожу перста моего в раны от гвоздей, и не ввожу руки мои в ребра его, не поверю». Что можно сказать о Фоме? Фому называют неверующим, и выражение Фома неверующей я вот узнал очень задолго до того, как я вообще узнал, кто такой апостол Фома. Но обратив внимание на характер его неверия, Фома – глубокий пессимист. Когда Господь только собирается в Иерусалим, Фома говорит, «Ну, пойдем мы умрем с ним». Фома понимает, что Иисусу предстоит умереть. Но Фома в то же время, он верен, он продолжает общаться с учениками, несмотря на то, что это может быть опасно. И неверие Фомы – это неверие добросовестное. Бывают люди, и они упоминаются, и появляются в Евангелии, на глазах которых происходят чудеса, и они верить просто не хотят. Вот их никакими чудесами не пробьешь. Это бессмысленно им какие-то являются дополнительные чудеса, потому что люди уперлись. Но неверие Фомы – оно неверие добросовестное. Фома не верит, скорее, потому что он пессимист, а не потому что не хочет верить. После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Здесь Фома исповедует Иисуса Господом и Богом и интересно, как реагирует Иисус. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженный, не видевший и уверовавший». То есть Иисус его не одергивает в этот момент, а признает. Он говорит, «Ты поверил, потому что увидел меня». Мы можем это сравнить с ситуацией, когда, например, в деяниях апостольских язычники, приняв апостолов как совершителей чудес за богов, пытаются им совершить жертвоприношение, и апостолы кидаются в толпу, раздирая одежды свои в знак скорби и говорят, «Нет, смотрите, не делайте этого, не делайте этого, мы подобные вам человеки». То есть они резко, решительно отвергают попытки им поклониться. Иисус принимает это исповедание «Господь мой и Бог мой». Это одно из тех мест Священного Писания, где совершенно прямым текстом провозглашается божество Господа Иисуса Христа. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Последний стих этой главы он подытоживает не только Евангелие от Иоанна, но и цель всей Библии и вообще зачем вся Библия написана. Вся Библия написана, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Весь наш подход к Писанию определяется Иисусом Христом. Библия – это книга об Иисусе Христе. Весь Ветхий Завет предвещает его приход, Новый Завет рассказывает о его спасительных деяниях. Поэтому для того, чтобы понять Библию, мы должны читать ее через Иисуса Христа, понимая, что ее главная цель, главное содержание – это Иисус Христос. Мы с вами прочитали 20-ю главу Евангелия от Иоанна на библейском портале «Гзегет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова